Девушки отдыхают 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 Я пошла лучшего варианта. Да, и что, что у нас двое детей, это временно все. Это временно, я в этом найду себе хорошего. Я вышлю, когда Брэд Питт уже освободится. И все, и еду, и еду. Ой, вы слышали эту новость? Да, как все счастливы, мне кажется. Только кроме Анжелины Джоли. Что Брэд Питт возвращается к Дженнифе Реннистону. Такую новость, это сплетня. Это прекрасное сплетня. Я этому аплодирую. Вот так. Я хотела сказать, что у нее как будто проблема в том, что она не принимает одиночество, не принимает то, что она вот одна. Есть такие женщины, мужчины, ну вообще люди, которые вот постоянно хотят каких-то отношений. У меня есть такая подруга, она из одних отношений в другие вот так вот. Просто, естественно, конечно. В людях в бассейне с людьми. Да, да, просто как брас... Ну, естественно, качество мужчин страдает сильно. Потому что ей важно количество. И там, ну я помню всех. Там был один просто, ну пиздец. Подождите, просто. Ну потому что она не хочет быть одиночной. А какие аргументы? Какие у нее аргументы? Подождите, девочки, вы реально считаете, что у нее проблемы? У нее вообще нет проблем. У нее все мужики, у нее сейчас есть постоянный парень. А нахер он нужен? Этот за ней ухаживает, дарит ей цветы. У нее единственная проблема, как делать так, чтобы он перестал дарить мне цветы, признаваться мне в любви, хотеть меня? Вот и все проблемы. Какие у нее проблемы? У нее жизнь цветет, блин. Ну если он никакой, ни внешности, ни характер, ничего. И она просто... Я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Как убедить парня, что он проходной? Сказать ему, ты проходной. Это я прочитала. Как ему... А, да? Саша, ну какой-то довод. Какой довод? У меня есть для тебя одно слово. Довод. Вот, я считаю, что там парню повезло. Он благодаря ей развивается очень сильно, вам так не кажется? Как? Он уже от родителей съезжать собрался в отдельную квартиру. Да, опять же. Смотрите, начинают цветы сразу дарить, любви признаваться. Я же говорю, там нет проблем. Там все только в плюсе. У нее бесплатные цветы. Ты так себе психолог. Да, у вас нет проблем? Идите. А где вы увидели? Руки, ноги есть, идите. Да, все правильно. Но если... А, да, какие комментарии там, что пишут, Темочка? Можно посмотреть. Еще и 31 декабря написала. Вообще делать нечего. Займись сексом с другим и вышли фото. Мне. Отлично. Это ваше высочество написало, если что. Его это вряд ли остановит. Плюс, возможно, разошлет, это куда не надо. А, она вот отвечает. Невозможно, а точно разошлет. Ага. А что такого, ну разошлет и разошлет? Фунтик. Нельзя играть чувствами других, ибо жизнь такая штука, что обязательно накажет за это. Жизнь такая штука? И накажет тогда, когда вы этого ждать не будете. Это он и пишет, под подъездом ждет. Это Зурайда из склона говорила. Жизнь такая штука. А если он разошлет, то это тоже ей в плюс? Потому что вот так Кардашьяна и поднялась в свое время. Да. Пожалуйста. Я говорю, все в плюсик. Рассылали у многих, а поднялась одна Кардашьяна. На самом деле, а может он правда ее ценит, а она, ой, может он правда ее любит, а она не ценит. И что теперь? Скорее всего, так и есть. Если кто-то любит, это его проблема. А не второго человека, кто не ценит. Саш, такое вообще невозможно. Саш, ну ты и сука. Парень говорит, я тебя люблю, а ты вот так сидишь. Твои проблемы. Твои проблемы. Ну как ты, блин, ты чего? Меняй вкус. Со своими часами вообще ты строгая такая, боюсь тебя вообще. Нет, почему, если... Это принципиальный вопрос, кстати. Тут я и не согласна, если... То есть ты не веришь, что парень может добиваться? Вот, типа, вот ты не любишь парня, он тебе признался любви, ты говоришь, что это твои проблемы. А он тебе вот добивает цветы, ухаживание, что-то еще, он сам начинает меняться. И ты вот, ты не веришь, что так люди начинают подношения, что добился? Возможно, и потом очень быстро расстаются. Слушай, а как же все истории наших бабушек, когда за мной ухаживало 30 человек, очередь под окном стояла, даже негритенок один ходил, а я выбрала твоего отца. А знаете, я поняла, я думаю, почему раньше вот так рассказывали, если у каждой же бабушки был миллион ухажера. А потом с ним твоя мать замутила. Нет, я поняла, реально, возможно, это правда. Я же Милфой была, а он ее выбрал. Возможно, это правда, возможно, все бабушки говорили, как есть, потому что раньше не было соцсетей. Единственный вариант увидеть свою женщину, это прийти и навестить. Вот они все под окном вставали, каждый сказал, привет, второй, как дела, что делаешь сегодня вечером. И вот они, 30 человек, все. Вы просто прикиньте, если бы сейчас было это актуально, как помните, я просмотрела сериал «Бриджертон». Про женщин в джинсовых коротких брюках. И сабов. Короче, что-то из 90-х. Там, значит, вот она была объявлена невестой, да, главной героиней, к ней начали ходить женихи свататься. Да, если бы вот сейчас так было. Было бы зашибись. Как сейчас так тоже делают. Просто вы понимаете, что все бы, долбоебы, из директа переехали бы ко мне под балкон. Да, ходили бы. Варвара, я вот сейчас пока сижу, но в целом можем... Можем сюда попробовать. А Бриджер сразу с дикпиками под балконом. Вот так. Да, кстати. Просто ощущение. И даже по очереди, по очереди приходили, показывали. Мне прислали... Мне всего в жизни два дикпика присылали. А мне ни разу. Подряд, причем реально с разницей в два дня. Да, но лучше ни разу не говорить, что мне ни разу не присылали. А то у нас очень много пришлют. Люди у нас очень отзывчивые. Да, конечно, присылали. Подождите, тебе присылали? Да. Тебе присылали? Да. Тебе присылали? Разумеется. Что со мной не так? Что со мной не так? Наташ, я объявляю тебе... Ждите. Начало дикпиковой атаки. Что в черном ящике? Я в шоке. Мне просто прислали дикпик на фоне ковра. То есть ковер. Вот на фоне этого? Душевой поддон. Знаете, вот этот ногомойник в лагере, где ноги... О, боже. Вот такой ногомойник, ковер почему-то. Чтобы не падать. И вот он. А как же он так соткался? Кто он? Ну, он. Подожди, а он? Он. Это, знаете, когда одноклассница уже одна почпокалась и всем говорит, девочки, у него... Он. Он снимает шансы, а там он. У него бы хуже, если бы она говорила, оно. А там добрый вечер. С рукой сразу. Я помню, что мне как-то прислал один парень дикпик. И причем, знаете, бывает, чаще всего шлют какой-то закрытый профиль, там что-то, какой-то непонятный аккаунт. То есть просто прислал и забыл. А тут там была переписка, человек до этого писал. Ой, какая ты красивая. Ой, я тоже в этом месте была, здесь классно, в Москве. Ой, типа, хуй, просто член вывалил. А он подумал, что вы уже перешли этот вечер. Да, уже мы встречаемся. А на каком свидании можно? И, ну, что самое интересное, я тогда уже, мы тогда уже, ну, встречалась с Валерой, мы ехали в такси, говорю, Валер, мне член прислали. Он смотрит, говорит, он очень странного цвета. Он говорит, напиши ему, пусть проверится. А там реально я присмотрелся, такой ярко какой-то розово-оранжевый. Явно какой-то... Человек был на фестивале красок Холли. Что такого? Явно какой-то, ну, бак. Ладно, Саша, расскажи историю про нашу общую знакомую. А я, блин, забыла, как-то я поняла про какую-то историю. Я, короче, на свидание. А, во! Она говорит, мне чувак прислал дикпик, и я с ним пошла на свидание. Чего? Прикиньте? Первый случай в мире. Да, реально. А он не знал, он был не готов. Он такой, а что, прям идти? Я думал, просто пичку показать. А он перед выходом такой, я еще раз подтвердить просто точно. Ага, хорошо. Я шляпу надеваю, я трусы надеваю, можно все, понял? Она говорит, я с ним пошла на свидание, это оказался не он. Мы говорим. Слушайте, в темноте. Мы говорим, а как ты поняла, что это не он, он же тебе столько дикпик прислал. Она говорит, он другого цвета. Это же насколько сильно должен был отличаться цвет, что она такая. Подождите, а у них был на первом свидании еще и секс? Да нет, там цвет фото не совпал с цветом человека. Да. А-а-а! Он черный прислал? Ну не прям, а оттенками. Ну, подожди, а если кожа там такого цвета, если она не видела? Ну тебе тоже он оранжевый прислали, оранжевых людей тоже не бывает. Член же был в мультиках. Это же желтый тогда. А я еще считаю, что каждый должен сделать свои пять шагов. Запомните, буду двигать эту тему. А что это значит? Объясни. А еще у меня еще просьба как-то делать это постепенно, а не сразу пятый шаг. Потому что у меня был один мальчик, ну не ухажер, я не знала, что он ухажер. Он просто играл с нами в команде в КВН, а потом оказалось, что он ради меня играет в КВН, терпит нашего капитана вредного. И он, ну я офигела, что он полгода. Если я правильно понимаю, это... Ты не знаешь, нет, ты не знаешь, что он. Я тебе расскажу потом. И он играл в КВН, полгода вообще тратил на это время, потом просто раз мне звонят соседи с нашего первого этажа. Тут мальчик плачет на первом этаже. Тут под окнами написали имя Оля. У нас одна Оля в подъезде, наверное, это, ну, ты, я подхожу к окну, а там вот огромными свечками... Оля, сука! Оля! Нет! Оля! И в сердечке, и он мне пишет смс, говорит, я тебя очень люблю все эти полгода. Я говорю, ты дурак, что ли, ну как-то нужно постепенно же к этому идти. И я говорю, ну это не взаимно, прости. Он ушел из команды, собрал свечки, уехал, сука. Он уехал на его рампу. И теперь... Кстати, его хвалили все мои соседи. Сказали, какой молодец мальчик, сделал композицию. Они прогорели, я сфотографировала, все посмотрели, он собрал, подмел, убрал, уехал. Они бросили. А свечки можно второй раз зажигать? Какие? Ну, какие он там поджег? Я не знаю, что за вопрос. Он под другой балкон поехал. Я к тому, что не просто так он их собрал. Другой балкон подъехал? Да, да. На Юля хватит, на другой какой-то короткое имя. Ну, в общем, надо как-то реально пять шагов постепенно, не сразу пятый. Пишем ответ. А что за тема была? Про проходного. А как отвалить от себя? Будьте с собой. Давайте теперь напишем с Новым Годом, она 31 декабря написала. С Новым Годом. Ой. А что еще хочешь сказать? До поры до времени, моя хорошая, пока ты не станешь проходной для кого-то. Да. Да. Что имеем, не храним, потерявший, плачен. Да. Каждому по паре, понимаешь? Каждой твари по паре, он тоже старается. А если она так про все будет думать? Ребенок, этот проходной. Ну, этот мне родила. А такое часто бывает. Первый, ой, не получилось. Ну, не любит она его. Первый проходной ребенок, потом новую сделаем. Пусть с отцом живет. Как объяснить ребенку, что он проходной? Как объяснить ребенку, что он нелюбимый? Ты приемный. А правилок от суда лета, как объяснить, чтобы не приезжал? Ой, кошмар какой. Ужас. Что там? С Новым Годом. Каждой твари по паре, кстати, вы тварь. Тема, удачи отправляем. Тема, ну ты так. А мужики, кстати, тоже умеют мозг трахать. Еще как. Да все мы умеем. Во время секса думаю про пиццу. Я тоже, кстати. Про певца он секси. Мне 19 лет, ничего себе. Во время полового контакта. С моим бойфрендом. Я не могу отвлечься от мысли, что я хочу пиццы. И я не знаю, почему так. Обычно при половом контакте думают о своем партнере. Но я, я думаю, какую пиццу я съем на следующий день. Я не могу сосредоточиться и получить удовольствие почему-то. Очень люблю пиццу и всегда безумно ее хочу. Я надеюсь, не одна такая пицца едка. Девочки, ответьте, у кого было? Как вы сосредотачивались на контакте? Мне кажется, надо посмотреть фильм «Американский пирог». Все ответы на ее вопросы. Слушайте. Это повар спросил у повара. Что это такое? Я извиняюсь, когда ты во время секса думаешь о другой баварской колбаске. Я вообще не понимаю, как можно в 19 лет думать не о сексе. Ну типа, я понимаю, в 35 думаешь. Так, завтра за квартиру заплатить надо. Сейчас еще с собакой погулять, еще вечером надо будет. Да, типа, уже быстрее. Да потому что пусть идет, уроки делает, блин. А в 19 лет? Алгебру. А что, на пары пусть ходят, ладно? Просто в 19 мне кажется... Ну там, видимо, парень очень плохо трахается. У меня только одна... Там в 19 по-другому, возможно. Они только учатся. Да ладно, есть Наташа. Оль, расскажи. Ну ты тоже нашла. Взрослая женщина. Но на этих мальчиков только так. Ой, черногория. Вспоминаю сразу. Скоро окончил. На, залетуй. Я хочу сказать, я ее прекрасно понимаю. Потому что, знаете... Одним сексом сыт не будешь. Во-первых, да. Партнер? Ну, а что? Ну, типа... А пицца? Она никогда не подводила. Не предаст. Во-первых, я всегда знаю, чего от пиццы ожидать. Знаешь, какого размера? Да. Всегда. Сколько сантиметров? Сколько и приедет. Конечно. Но с пиццей ты можешь очень долго ее ждать. Понимаешь? Она тебя может... В сексе, конечно, побыстрее, да? Да. Она вот это вот. Через 20 минут, 15, курьер к вам едет. А может быть и нет. Ну, в сексе так и есть. Курьер к вам едет. Сейчас он приедет. Ой, задерживай. Давай в сексе кучу. Еще помыться надо. Потом еще вот там это. Блин, пицца супер. Так пиццы захотелось. Вот и ответ на вопрос. Сексу никому не захотелось, наверное. Всем захотелось пиццу. Блин, на самом деле, и там, и там конец одинаковый. Ты просто лежишь вот так и говоришь. Да, хорошо. Хорошо. Это в лучшем случае. А с пиццей потом обниматься не надо. Вообще приятно. Блин, реально. А пиццу можно еще и на утро доесть. После пиццы обычно говорят, я больше столько жрать не буду. Кстати, некоторую... Другую пиццу тоже иногда можно на утро доесть. Ну, там, знаешь, не всегда. Он войдет, скажет, там не завтра на работу. И уедет. А-а-а! Сука, да? Курьер вместе с пиццей. В конце концов. А может, это курьер? Пицца не бывает 10 сантиметров у девушки. Давайте честно. Бывает о школе. Маленькая. Ну так в школе это нормально. Ну да, просто прикиньте, ну давай. Доставай свою мини-пиццу. У нас называлась смаженка. Маленькая вот такая смаженка пицца. Да, да, с яичком. А может, это реально курьер? Да, с яичком вкусно вообще. Смаженка это когда, после физкультуры. Простите. Наташа, какой... Ладно, я не хочу знать все. Я не хочу, честно. Я тоже не хочу это знать. А может, это реально курьер-курьер приехал с пиццей, поставил, она его соблазнила. Пицца пахнет сильно, вкусно. А тут еще надо с ним потрахаться. Ее бойфренд, она говорит, мой бойфренд, всегда во время полового контакта, во время полового контакта. Но если называть секс половым контактом, то, конечно. А может, ему реально там 44 года бойфренду. Он ее будет долго. И если 44 года, то это уже половой контакт именно происходит. Не секс. Слушайте. Саите. Потому что я все поняла. Да, даму, вот мужики, запоминайте, сначала нас надо покормить. А уже потом... Ты когда пожерешь, у них вот секс, уже вообще куда? Мне уже все равно, делайте, что хотите. Ну или так. А можно комментарии посмотрим, какие-то что там говорят про пиццу? Сначала покормить. Скорее всего, вы недостаточно хотите и любите парня. Это как я сказала. Я тоже во время секса думаю только о том, что мне завтра нужно переделать, что купить, что приготовить и т.д. О еде тоже порой думаю. 5 лайков. Лилия, хочется пиццы. Пиццы. Господи, 14 лайков. Так дальше. Автор, это нормально. Вы просто еще не встретили того, кого хотите больше пиццы. Супер. Ой, как хорошо. Мы лучше не напишем. Как хорошо. Отвечай. Степ, ход за тобой, придумай лучше этого ответа. Разве это возможно? Нет, Тёма, не зря мы тебе дали микрофон. Давай, провози ситуацию, что мы устали. А вот ты как мужчина, о чем думаешь во время секса? О сосисках в тесте каких-нибудь? Или о каких-то крендельках. Да, дайте человек скажет. А кулебяки может какой-то? Конечно же, о возлюбленной. А возлюбленной? А что за тембр у нас появился? А Тёма вообще, да. Он раньше так не разговаривал. Да, да, да. А сейчас толпа женщин. Да, да, да. Конечно же. А вы не знаете, на чем я сейчас. Тёма, я сейчас. У меня сейчас под столом. Тебе же надо читать эти аудиокнижки женских романов. Она прикоснулась. Он зашел. Он зашел. Она прикоснулась к его телу. Тёма, скажи нефритовое жение. О, её лона запылала, пожалуйста. Давай. Я закрываю ушки. Давай. Я закрываю ушки. Хочу тебе сдаться. Что-то кошечка села здесь. Тёма, скажи, её лона запылала. Ну скажи. 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 Её лона запылала. Боже. Скажи, твоя лона запылала сейчас? Тебе запылала лона? У меня запылала лона. Ла-ла лона. Давайте посоветим. Это как будто лона лона, да. Дорогая пиццеедка, чтобы лона запылала, смените парня. Приходите на женский форум. Смените парня. Ну парень, видимо, вообще... Блин, вообще-то так грустно, когда ты проиграл пиццу. Да. Да, кстати. Не говорите только ему, мне жалко его стало. Не, ну тоже пицца разная бывает, да? Вот четыре... Блин. Ой, господи, как это всё грустно. Вот... Саша, ну вот давай объективно. Ты бы сейчас хотела больше секса или пиццы? Честно, жрать. Блядь, ну у тебя три-четыре подесчет. А я ест чаще хочу. А ей девятнадцать, и она, по идее, должна хотеть только сексом заниматься, по идее. Два доступных удовольствия, да, в жизни это секс и еда. Ну кому тоже как доступная. Как доступных, ничего себе. Видите, еда платная. Мне так доступна еда. Для кого-то и то и другое платная. Секс уже частенько платный бывает. Ну вложиться надо мощно. У меня не было, но возможно вообще как-то, да. Нет, я хочу сказать, что просто... Что? Это бесплатно. Кому что доступнее. Вот мне доступнее еда. И я такая, блин, еда. Моя еда, моя еда. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Варя, а что ты вот так потянулась? Это шавуха. Алло. Это шавурма. Это цезарол. Ну что, понимаете? Рассказывай, цезарь. Цезарь. Что мы пишем пиццеедке? Ну я в замешательстве, я не знаю, что ты скажешь. Я ее прекрасно понимаю. Вот в чем прикол. А, ешьте во время секса. Фуд-фетиш. Люди, которые вот это вот сливка. А, фуд-фетиш. Фуд-фуд-фуд. Мне кажется, там не пиццу сверху человека кладется. Это страшно. Вообще, ешьте во время секса. Удобно. Ешьте во время секса. Удовлетворяйте сразу все потребности. Как круто. Ну, предупреждайте парня, а то она, знаешь, лежат, занимается сексом, она расписывает, достает из-под наволочки. Блин, у меня друг рассказывал историю, что он, ну, еще по молодости, он сам из деревни. По молодости из деревни, Варь, чужая история такая. Короче, он в деревне чпокал, ну, занимался сексом с девочкой. Да чпокал говорил. Он был сзади. Как? И он там старался, а она в этот момент семечки щелкала. Реально? Получается, она прощелкала весь секс. Какой кошелар. Вещина, ешьте во время секса, не прощелкайте секс. Получается, он старался. Ну, ему казалось, ну, ему в 17-м или сколько лет было. Да нет, просто семечки такая штука, ты же оторваться не можешь. Она, видимо, до секса начала, а потом уже все, их уже не можешь. А он тут пристроился, ты, ну, куда? Как кошки слиплись. Ну, я считаю, аплодисменты. Ура. Я ей говорю, что все, никаких элементов ты больше не дождешься получается. Вот тебе и Липецкий Сиркан Балат. Оль. Добрый день. Добрый день. С вами все в порядке? С вами все в порядке. Может, он скорую вызвать? Мне нужна ваша одежда. Чего? Мне нужна ваша одежда. Моя одежда? Ну, ладно. Так, Оля, стоп, прекращай. А вы, уважаемый, моя, уважаемая. Вы же, по сути, компьютер, правильно? Вот вы, зайдите на Озон. Там как раз с 26 по 31 июля будет распродажа одежды, обуви и аксессуаров. Мне нужна ваша одежда. Да мы поняли. Ну, просто это первая масштабная распродажа, понимаете? Вас там ждет огромный ассортимент товаров. Максимальные скидки до 80%. А для владельцев премиум подписки распродажа начнется 25 июля. Вау. Конечно, вау. Видишь, подробности можно посмотреть по ссылке в описании. Реально, Озон такой маркетплейс. Там очень удобно, легко и приятно покупать одежду. А там есть мотоцикл? Ладно, Ай, пошлите на отсюда. Да, пойдем. Самая вкусная сметанка Ютуба. Девушка, которая утром очень красивая, как минимум в своем собственном шоу. Самый задорный смех интернета. Женя Гришич. Здравствуйте. Женя, а вы в своем шоу утреннем не танцуете там? Нет. Поете? А что делаете? Поем, мы поем. Поете, да? Хорошо, принято. А Женя плохо поет. Женя танцует хорошо в сторис постоянно. Я смотрю с удовольствием, а я девушка. Что? Сторис? Ой. А можно? Ой, Женя, ты смотрела что-нибудь у нас? Вот какие-то выпуски? Смотрела, да, смотрела. Очень хорошее шоу. Мне все нравится. Девочки такие молодые. Спасибо. Мы стараемся очень сильно. Да, я хочу сразу извиниться. Ну, вы, наверное, думаете, от кого несет до места сам? Да, смей. Почему? А зачем ты пьешь его, Жень? У меня сегодня день дешевого алкоголя. Что случилось? Да убираюсь я. Сама убираюсь. Ну, квартиру убирает человек. Я думала, что будет история. Я шла, споткнулась, упала в ДМС с разлицами. Извините меня, у блогеров сейчас все не супер. Ну, человек с клиник подался. Что такое? Ну, да, на самом деле. Почему бы нет? Нет, ну, Женя действительно, смотрите, вот. И хозяйственная, да? И поет. И танцует. И кому такая достанется? Я в шуте. Да ты что? Да. Когда? И на кольцо? Ну. А почему налево? А почему ты направо? Не, ну, честно. Что, запутать? Официальная версия, потому что это помолочная. Ага. На самом деле не нарезает. Не нарезает? А когда это было? Я в шоке. Да вот недавно. Недавно было. А как просто? Можешь рассказать? Расскажи, пожалуйста. Ну, это не прям бабушка. Ну, что, расскажи. Ну, он был в пуховике. В красивом пуховике? Пуховик красивый. Достал коробку. Забыл резинку снять. Спасибо, здорово. Парти супруга. Чтобы было видно, сколько стоит. Сынник не забыл снять, молодец. Ну, нет. Там, короче, вот это вот произошло. Я тяну кольцо, оно привязывается. А вот такой, это розыгрыш. Это было 1 апреля. Потом сигнализация сработала. Мы бегом из этого Соколова. Соколового. 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 А я не понимаю вообще, вот, да, вот, что вот такого. Ой, нет, очень хорошо. Жень, Соколов это новый Тихо, не я считаю. Да, да. А зеленый новый черный. А 50 это новый 30. Все вы помните. Жень, поздравляем. Ура. Классно. Круто. Когда я в таком, ну, осознанном уже возрасте, хочу тебя спросить. Ты обрадовалась или расстроилась? Я вот честно, вот, нет, я очень обрадовалась. А можно две версии? Можно, мы потом еще. Да, вот, ну, в плане, я очень обрадовалась, это для Сергея. Но вообще ровно, я не знаю, мне как-то все ровно. Его зовут Сергей. Сергей. Матвиенко? Да, да. У нас же один Сергей, Саня. Кольцов привязан, за хвостик билая. Обменял на скрепку. Так, я буду сейчас все фамилии перечислять, которые я знаю. Ну-ка, давай, это интересно. Сколько хронов у вас? А что я сказала? Фамилии. Ты всех Сергеев хочешь перечислять? Такую контент у нас? Я буду так, но не знаю, кто. Что значит все? Май, мама. Да не, круто, мы поздравляем. Круто, супер, она потрясающая все. А, короче. Жених с квартирой? У нас, значит, схема шоу какая? Тема женского форума. Обсуждаем, угораем, как говорится, в пух и прах разносим. И потом пишем коллективные комментарии. Да, комментарии какой-то. Но мы бы всегда простительское шоу. Мы не спасаем людей, помогаем. Мы помогаем людям. Вот, человека просветили только что, опять же. Короче, да, да, да. Какие-то, возможно, темы будут как-то тебя касаться? Будь к этому готова. На женской форуме? А, мы заранее не знаем тем. Нам подготовили их. Возможно, они как-то будут косвенно с намеками, какими-то что-то на себя. Ще, что-то про брак. Интересно. Срочно про брак. Все, мы... Are you ready? Let's go. Ну, давай, Тема, что у нас там? Поехали. Ой. Аномальный смех. Постоянно ржу. Люблю посмеяться. Даже если ржу с пустяков, на глаза наворачиваются слезы. Ржу дальше. Горь начинает квакать. Потом доходит до повизгивания. Кто-нибудь сталкивался со мной? Что делать? Хаштек смех. Я думаю, пора к врачу. Да ну... А что? Смех, он же, ну, вырабатывает гормоны счастья. Зачем? Я вот... Но если ты квакаешь, это... Нет, хрюк. По хрюке выливаешь немножко. Да. Ой, секс. Время секса. Порой. Извините. Так. Вот так быстро мы перешли. Нет, во время секса, если похрюкиваешь во время секса, главное в так попадать. Главное это удовольствие. Какой бы ни был хрюк, главное это удовольствие. Не, смотри, если ты хрюкнула, значит, рост свободен. Как бы, ну, тоже можно, значит... Не, ну, там... Это никак не связано. Иногда, знаешь, может, так положила тут, у тебя между восьмерочкой и семерочкой лежит, а ты хрюкаешь. Такие тоже бывают. Варя, ты еще хуже, чем я сказала, глупости. Да? Жень. Ну, вот так и будет. Ну, Женя действительно представитель, человек со смешным смехом, это Женя. Смешной, я думаю, он обаятельный. Ну, заразительный, обаятельный и такой, ну, с повизгиванием чуть-чуть. Иногда, ну, хороший. Нет, я всегда завидовала, что... Завидовала людям, которые умеют вот так вот заливисто смеяться. Вот, кстати, ты умеешь. А у меня вот этот... Как будто бабка подыхает, честно. Наташ, тоже во время секса используй. Я, конечно, только так. Поэтому у нее кольцо, а у меня нет. Поэтому у партнера всегда на быстром дозвоне скорая, потому что это непонятно. Она... И он... 112. Я, кстати, не понимаю, в чем проблема. Я вообще вот... А что? Мне кажется, женщина со здоровым смехом-то хорошо. Это лучше, чем вот эти, которые... Кокетки. Да, да. А если вот эти коллеги, которые смеются на всю хуйню? Вот эти женщины, которые заходят... Ты про нас? А, это вы? Ты сидишь, знаешь, одна в углу. Ой, а у нас у Риты есть флиртовый смех. Мы это так называем. Покой. Ну, я не изображу, естественно, в Борис. Давай, пожалуйста. Как красиво. Ну, поэтому у Риты и четыре раза замужем была, правильно? Три. Ну, четвертый готовится. Четвертый скоро, на подходе. Сразу захотелось на свидание пригласить. Опять же. А еще раз сделай. Варя, что ты вечером делаешь? Варя, так ты запоминай. Учись у Риты. Рита три раза замужем. Это сколько? Я к тому, что смейся, она хорошо смеется. Ты ведь поплохо. Олечка, хорошо смеется тут. Подтверждаю. Кошмар, вот вы понимаете, в какие рамки нас загнала жизнь, что мы уже должны выбирать, каким смехом нам лучше посмеяться перед мужчиной, чтобы было не стыдно и даже как-то привлекательно. Мне не стыдно. Я считаю, так, мужчины, вам на заметку. Если женщина при вас, не стесняясь, ржет своим самым ублюдским смехом, вот этим ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, значит, вы действительно смешно пошутили. Или наденьте штаны. И вы ей неинтересны. На самом деле есть классный лайфхак. Мы его на работе используем, но подглядели в сериале «Миранда». Можно выбрать песню «Месяца» и на нее смеяться. У нас сейчас у нас в этом месяце смех в стиле «Солнце. Монако». Как хорошо. Вот я же говорю, хорошо поют. История. Вот как это со стороны смотрится, если не знать. История, кстати, к слову, про «Солнце. Монако». Значит, кто-то мне рассказал. Было какое-то, знаете, из разряда… какое-то мероприятие, типа премию «Муст ТВ», где много разных звёзд типа выступает. И в одной гримерке сначала был Джиган, а потом Люся Чеботина. А там всё подписано. Джиган перед тем, как уехать, зачеркнул букву Ч. Как хорошо. И уехал. Ну это же, блин, это же ржач. Вот хоть он там пришёл. Джигану. Да, за прикол. Джиган, приходите к нам. Джиган чисто вот этот адекластик, который вот самый... Да, который... Блин, а прикиньте, если у вас правда такая фамилия. Вот Еботина. Тебя по телевизору никогда не запикивать всегда буду. Хорошая фамилия. Она букву Ч добавила впереди, и нормально всё у неё теперь. Она была... Очень хорошо. Я хочу, чтобы это кто-то включил ещё до начала, когда объяснили, откуда такой смех. Чтобы просто люди все охреневали. А что с ними случилось? Господи богу. У меня был одногруппник Педик. А вот любые, да, истории? Да, да. Просто рассказывай, не важно. Фамилия, фамилия. Это мы, к слову, фамилия. О, бедные. Как же вы дразнили, говно? Что-то неожиданное. Что-то неожиданное. Знайка. Завучка. Что-то неожиданное должно быть. Ну, прикиньте, ужас. А мне кажется, вообще, в детстве, чтобы придраться, не нужен повод. Не нужна какая-то фамилия прям сверхъестественная. У нас была девочка толстая. У нее была фамилия. Ее просто назвали Пельмешки от Бутилешки. Ну, это здорово. Это креативно. Зачем ты человеку на всю страну сейчас сообщила? Мне теперь приелось этот ужас такой. Да, отлично. Кстати, на многие песни раскладывается. Я вот пытаюсь на хоп мусорок, что-то не получается. У меня затохнулось. Немножко не хватает. Блин, Женя, как хорошо, что ты пришла. Обращаюсь. Короче, я считаю, что ничего плохого в этом аномальном смехе нет. Я, конечно же, прочитала совершенно анальный. Конечно. Естественно, смех. Ну, кстати, вот говоря о смехе во время секса, бывает же у всех. Естественно. Ну, бывает. Со мной действительно что-то нет. Говорят, это даже прикольно. Что? Ну, прикольный чих. Так, все. Я пошла. Нет, не хватает каких-то вводных еще. В плане, ты же когда смеешься, у тебя же мышцы сокращаются. Ага. А-а-а. О-о-о. О-о-о. То есть это получается чих, в аллергию вообще, наверное, зашибись, да? А чих как будто еще такое ощущение, что вот, мне кажется, парни боятся чихнуть. Что ты типа чихнешь, ну и кончишься. А вы знаете, что есть такая тема, что если от страха говорят, что у женщины там может все сжаться, и так, что не разожмется. Да, у собак так бывает. Представляешь, ты чихнула, испугалась. Если ты человек, человек, который чихнула, испугалась, лучше не трахаться, наверное, там. Трахаться, что-то нечем чихать. Ой, не боюсь. Господи. А мы с ним еще и слиплись. Кошмар. Нет, я иногда так чихаю, знаете, что... Это факт. А есть люди, которые прям, ну, чихают действительно так, что страшно, драги в стену, в стену дрожат. Конечно. Слушай, я все думаю про смех во время секса. Это реально... Ну, он должен тебе какие-то приколы рассказывать, что ты... Надо же неудобно, когда ты... Почему? А мне кажется, удобно. Ну, главное, прям вот, чтобы... О, господи, все, я просто Пугачева вспомнила. А, Карли! Сделайте, вот, знаете, какая будет нарезка у этого выпуска? Самый смешной мотор. По-разному смеемся. А, Грида, комментарий для анального смеха там что-то написали? Может, у вас невроз? К невропатологу сходите. Вот злые люди такие. Лишь бы ваш аномальный не перешел в аморальный. Вот так вот. Вот это панч. А что такое аморальный смех? Аморальный смех? Ну, когда на похоронах охотишь. Ну, типа, а-а-а, нет, руки! Кстати, смех на похоронах, это тоже со мной что-то ненормальное. Нет, это правда, это же защитная реакция. Да, это еще либо от нервов, либо защитная. Нет, ну если покойник угарает, есть вопросы. Как я вас всех наебал? Что будем писать? Так, Тём, что пишем? Слезы. Пиши просто ахахаха, лол. А давайте не пишем, чтобы она смеялась на песню, чтобы думали, что она вообще ебнулась. Вот. Солнце-Монако берите песню, еще какую-нибудь. Тём, лепс... Не, на самом деле, можно внизу по скриптам написать, смейтесь, не стесняйтесь, смех продлевает жизнь. И скинь ссылку сразу на кривое зеркало. Смеяться разрешай. Разрешайся, ой! Помните, Левашукову и Бондурин вели, и они подводки вот под это движение делали. Та-та-та-та-та-та. Я расскажу историю эту. Ты про Рожкову? Ну да, про Свету. Я помню, почему-то тут... Это точно! Я прям помню. У меня это воспоминание ушло. Она для нас сделала выбор. Смеяться громко, шутить смешно. С этой хуйней еще... Это первый раз, когда тебе пригодилась эта хореография. Да, наконец-то! Ты же ей прям учил. А понимаешь, это взрослые мужики, которым по 50 лет, вот это занимается хуйней. Вот это его брейк-данс перестарелый. Они артисты. Артисты, да. Это артисты. Взрослые мужики, извини меня, которые, блядь... Мы просто за курицами вспоминали вот этого пчелу из кривого зеркала. И думали его позвать. Давайте позовем на шоу. Я говорю, что он же похудел, стал красивым. Он сейчас вообще секси, дядя. Так давайте и позовем. Давайте. А он здесь. Залетайте. А этот, который костюмы сам себе дельтаплан, блин. Шил. Уже и зовет. Меня Леонтьев. Моя бабушка... А ему же тоже лет по траку уже было. Как можно про Валерия Леонтьева сказать, этот, который костюмы себе сам шил? Блядь, ну этот кучерявый. Ну такой еще у него бабушку Наталья зовут. Что за? Метрилиец. Он еще чай любит. У него еще ногти миндалевидной формы. Вот это да. У меня это чинейное. Мама как-то говорит, Наташа, у тебя такая фотка хорошая, с кемию, пожалуйста. Я говорю, мам, какая фотка? Ну где с конем? Я говорю, мам, какая фотка с конем? Она такая, ну ты что, Наташа, у тебя единственная фотка с конем. Да вы пополюете. Она потом мне присылает скрин. И я там сижу в ресторане, такая с бокалом вина. И на фоне, где-то очень далеко, вот примерно вон у той стены, картина, где конь. Мам. Ну этот, Дельтаплант. Ой, а он сам себе костюмы шил, подожди. Да, почему я это вспомнила, у меня ассоциативный ряд, потому что бабушка моя всегда говорила, господи, как он мне нравится, он же себе сам костюмы шьет. Наташа, что говорит твоя бабушка, значит правда, что ли, все, не пойму. Да, это правда. Моя бабушка никогда не врет. Да, это правда. Ну что такое? Все, ты права. Ой, хотя на самом деле там вроде много ума не надо, там сетка какая-то, дырки, что там шить-то, блядь. И обязательно, чтобы сосочек вот так вот упрятывал. Моя бабушка никогда не врет, мой дедушка был космонавтом. Мой дедушка Леонтьев. Мой папа Ричард Гирн. Моя мама Джулия Робертс. Отправляем. Смотри, в женский форум «Живите вечно». Ой, хорошо, реклама. Какая-то интеграция. Как стать стервой? Ой, это Саша знает. Добрый вечер. Та еще сука. Руки, как вообще меня назвала когда-то, почему-то. Так ты, ладно, все. Не, мы сейчас вернемся к этому. Добрый вечер. Мужчина бросил, потому что сказал, что я слишком хорошая. Нет, я сейчас не про эти все байки «Я тебя не достоин, ты такая хорошая», а про то, что ему скучно с хорошими. Но у меня милый, скромный, застенчивый характер, я ненавижу это в себе, теперь я хочу стать другой, хочу стать такой, какой он ушел. Она стервозная, я бы даже не назвала ее красавицей, но у нее хищнический характер. Хищнический характер, да. Любит мясо сырое. У нее тепловизор в глазах. А вам не кажется, что по ходу написания «Поставь» она уже становится стервой? Да. Она даже не то, чтобы симпатичная. Да, да, да. У нее характер такой себе. Она столкнулась с тем, что менять себя тяжело и постоянно забочусь о близких, не люблю мотать нервы. Мужчин привлекает моя внешность, родилась красивой. Но когда они видят меня в реале, мой характер... Они понимают, что они не вывезут. Мой характер, моя хорошесть, то у них будто бы теряется интерес, как стать хорошей. А как стать стервой? У всех же была такая одноклассница, вот эта вот, которая королева всего в мире. Ну, просто я красивая, да. А, меня же все хотят, боже. Это подружка, которую все хотят. Да. У меня все хотят, боже, мне все хотят. Ну, вы же знаете, меня же все хотят вечно, да? У меня просто есть... Все пристают всегда. А, как правило, вы такие уверенные, это женщины, с которыми что-то всегда не так. У меня Света Яковлева. Знаешь, она что-то еще. Я не знаю, я красавица. Так она видит себя одним глазом, конечно. Да-да-да. Ну, а тут она спрашивает, не как стать некрасивой, а как стать стервой. Ну, по-моему, она вообще сука, уже все видно, все понятно. Родилась красивой, с хорошим характером, слишком хорошая. А помните, была книга, как стать стервой или что-то такое? А, это Библия стервой или что-то, как же она называется? Ну, вот эту, которую я прочитала еще. Библия стервой, ну, мой телеграм-канал. Кстати, классное название. Ой, вообще, да. А поздно уже все. Ты человечек продумал. Библия стервой. А у меня... Убей, укради. Прелюбодись. Как умели этого, кто ярлаш организовал? Грачевский. Грачевский, спасибо. Как умели этого, кто ярлаш организовал? Я целую. Я думаю, Эрнст. У меня, правильно, у меня проблемы. Это еще лучше в сканмордах. Короче, а знаете, что Грачевский говорил? Он говорил, что когда к нему приходили на кастинг, дети, им же как бы, ну, не очень корректно отказывают там расстраивать. И родители еще приходят, такие, а почему? И он говорил, он отводил в сторонку и говорил... Наташа прорезлась матерью. И он отводил в сторонку. Он отводил в сторонку, да? Он отводил в сторонку и говорил, где рубль? Кефира не было. За кефиром послал, кефира не было, где рубль? Не было. Деньги. Он говорил, ваш ребенок слишком красивый, чтобы, ну, мы его взяли. Нам нужен типажной. А в чем разъеб там был? Ну, что типа... Понятно. Он отводил в сторонку и говорил, у вашего ребенка фамилия... А, что слишком хорошая. Не смешная фамилия. У вас не смешная фамилия, был бы Кипятков или Бутербродов. Просто фамилия Бутербродов. Чего? Как вкусненько. Бутербродов с колбаской. Двойная фамилия Бутербродов с колбаской. А Саша Лои? Ой, это вообще сериал «Онекс». Вообще моя любимая селеба. Девочки, давайте к теме. Давайте каждая расскажет, вела ли она себя в жизни, как стерва. Нет. Саша. Конечно, нет. Саша все время. Вот вы думаете, смотря на нее на экранах, что она такая самая тихая, самоспокойная, самая прилично, воспитанная? И так из нихуя. Нихуя. В чате, где у нас, естественно, есть общий чат, где мы с девочками есть, и она там самая сука. Мы можем там просто вот какие-то сплетни, какие-то звезды, и Саша сразу, да это то, это все. Она всех обсирает. Оля, может, не сама тебя один раз обзывала? Саша, у нас даже есть хэштег «Саша сука». У нас, у Оли, у нас такого хэштега нет. Между вами вайна. Женя, у тебя есть какие-то лайфхаки, как стать стервой? Нет, нет. Ну ты вообще хорошая, конечно. Женя очень хорошая. Ну это как в большом городе. Я говорю, где? Какой-то сериал смотрел. А, «Черный камень»? Да, да, да. А, да. Он же сказал, это как символ редкое что-то. Да, да, да. Как символ нашей любви. Женя! Это мой любимый момент. А ты его не дрочила, блин, зачем ирила? Ну он не... Ну не цвет твоей души, и спасибо. Ну да. Ну, блядь, Наташа прям сука. Я? Похлопитесь, кто считает, что Наташа сука. Аплодисменты. Девочки мои, всем по телевизору, всем много крысок пришлю в личку, потом. Мои хорошие. Ну кому ты уже рассказываешь? Да я вообще святая. Наташа, давай расскажи, как тебе заказ. 20 дней уже не привозят платья, и что ты там им отвечаешь? Я ничего скажу, я буду ждать. Ага. Наташа та еще, конечно. Подожди, это не с тобой, мы же как-то были в баре, и за барной стойкой все было занято. Вот. И Наташа устроила бойню. Просто устроила бойню за то, чтобы... Нет, там про... Да? Это же мы с... Да. Да, да, да. Ты что, ты что она сказала? А? Не, ты все нахуй. Не, на самом деле я повелась на Наташину стратегию, и мы в танце распихивали всех жестко. Ну то есть мы прямо типа танцуем. Да, классная музыка. Прям локтями делаем людям очень больно. Это называется целеустремленность. Как-то я приходила в клуб, и мне очень нравилось место, где танцуют гоу-гоу. Это было в Хабаровске. Тогда же, ой, гоу-гоу, умершая профессия, как жалко. И я сняла штаны. И я... И я... Наташ, ты давно не была в регионах. И я распихивала гоу-гоу, чтобы туда там танцевать, потому что мне очень нравилось. Наташ, 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 а сделай вот так. Ну ты, ну идеально. Ну это же просто, это на Библию стерв сразу. На аватарку. Как стать стервой? Круэлла Борисова. Да никак. Ну вам не дано уже все. А, надо устроиться в МФЦ. Да. Скажите. А там тебе сразу дают документы на устройство, как это, бейджик, и папку, и все, суку. Это, ну, трансформация же так происходит? Женщина. Да. А ты такая, здравствуйте, я бы хотела устроиться. А где талон? Ваши документы! Фото 3 на 4! Нет, я, наверное, не буду сюда. Нет, я вот это вот не дайте, как они, знаешь, вот это. Паспорт. Нет, а мне нравится, что они, нет, на самом деле, мне кажется, сейчас они уже настолько, ну, особенно в Москве, уже народу очень много, эта вся проходимость, мне кажется, они уже, наоборот, больше молчания. Ты типа, здравствуйте, молчание. А я хотела вот подать документы. Молчит опять, типа, можно сесть, молча, ну, типа, вот просто игнор вот этот максимальный, не привет. Молчание лучше оружия. Оль, там просто закрытое окно было, ты, ну, там не было никого. Оль, загранники больше не выдают, все. Кстати, я недавно получала международные водительские права, ну, вот, и там сидит гаишник, и я думаю, ну, он же мужчина, и он же наверняка не такой, он же такой какой-то приятный. Ага. Женьшин, вы устроились в МФЦ, вы получите бейджик, и вместе с ним сущий акцент. Очень хорошо. Пока мы в этой теме, у меня есть вопрос. Сашенька. Пока мы в этой теме, у меня есть вопрос. Пожалуйста. К тебе, Оля. Нет, я вот, правда, не очень понимаю, а зачем надо помолвочное кольцо? Чтобы делать предложение. А в какой мы теме, извини, что-то? Нет, в теме, ну, если сейчас Оля опять скажет, что я сука, нет, мне просто... Я молчу. Нет, мне просто интересно. Ну, это как он заявляет, смотри, как бы он заявляет о своих намерениях. То есть он должен сказать тебе, спросить тебя, готова ли ты провести с ним остаток своей жизни. Вот, а ты такая, только если кольцо. А кольцо зачем? Нет, вот, допустим, оно же должно, это так получилось, что оно на левой руке, правильно? Должно быть, по идее, на правой. Нет, нет, оно и должно быть на левой, ну, чего? Ну, конкретно, ну... Смотри, Саша, иногда делай предложение, а потом свадьбу ждут 4 года. Ты такого не допусти, Жень. А я не хочу свадьбу. Не хочешь вообще расписываться? Чистое кольцо из стоколова, все. А я вообще ничего от жизни не хочу. А платье ты уже выбрала? А обручальные кольца покупают два, они уже обмениваются прям в ЗАГСе обручальными, настоящие. А по волночной, типа, ты вот сделала предложение. И куда вот его потом? Вот, по-моему, застолкнила пламочку. Оба носи, оба носи. Да нет, потом ты кольцо, куда? Оба носи. Наш, в ломбард, куда? Вот. Можешь носить, можешь не носить, а три-два носит. Нет, ты правда платье не выбрала? Она не хочет свадьбы. Ну, а так же они пойдут? Так можем без платья. Можно в шортах прийти, каренца. Ну, ты не будешь, да? А я вот, знаете, просто там, что думаю? Я переведу то, что имела в виду Наташа. Жень, мне похуй. Просто у меня вот так. Нет, я просто думаю, что платье же можно же... Я бы хотела сейчас рассказать, что я думаю. Значит, смотри. И потом они говорят, что я сука, понимаешь? Да еще почему-то я. Жень, вы хотите просто расписаться? Я ничего не хочу. Уже ты приняла предложение, кольцо приняла. Уже все, моя хорошая. Ну, посмотрим. Да я его не люблю вообще. Да мне не нужно. А мы как мам... Я как эта бабушка. Нет, ну давай может платьюшко. Можно же и под кроссовочки тоже. Ну, красивые, какие-то современные. Нет, давайте мы хотим приехать, все салаты есть. Мы хотим свадьбу, такого нету? Нет, моя мама ненавидит салаты. Поняла. Ну, шашлыки и пожарки. Честно говоря. Кстати, насчет помолочного кольца. Это же потом оттуда, это же потом из этих колец, знаете, это кольцо моей бабушки. Да. Оно осталось... Это наш семейное реликвие. Вот тебе кольцо моей бабушки. Моим внукам не очень помещать. Есть секс о большом городе. Как-то надо объяснить, потом эту всю историю рассказывать заново. Что? Новая тема? Еще тема, да. Пожалуйста. Погнали. Супер. Саша, ты поняла? Ты проходит, ты поняла? Почти. Что-то надо, тему про плачье какое-то. Бля. Подруга добилась всего. Зависть. Бывшая подруга. Бывшая. Она добилась за прошлый год очень многого. Новая квартира, шикарный ремонт, мебель, замужество, путешествие, красивая машина. Выглядана как модель с обложки журнала. Это что на одном фото? Нарочные волосы, сделанная грудь. Мразь. Нарочные волосы, сделанная грудь, ухоженная и очень красивая. Очень красивая. Меня кольнула с давистью. Я поняла, что очень отстала с живообычной скучной жизнью и решила ей не писать. Потому что рассказывать и похвастаться мне нечем. Сейчас только и думаю об увиденном. Так хочется стать такой же, как она. Как ей удалось так круто поменять жизнь. Чем я хуже? Зависть не отпускает. Не знаю, я не про одну свою подругу так не думаю. Все умнички, красавицы, ничего не добились. Молодцы. Мне кажется, когда ты работаешь, у тебя нет времени ничего сравнивать. Просто нет. Ты просто идешь на работу, приходишь, спишь, просыпаешься, идешь и все дальше живешь. А кто-то в это время Наташа квартиру покупает. Я в шоке. Волосы наращивает. Суки. Скоро у Наташи будет выходной, и она впадет в дефрессию. Просто один выходной. Поэтому у меня нет выходных. А вот она как будто завидует больше не только деньгами, я так понимаю, это все за деньги покупаются. Квартира, ремонты, мебель. А вот еще и волосы. Ой, извиня, у тебя экономические образования? Откуда такие глубокие познания? Вот, просто, а вот внешность, да, что она красивая, что модель с обложки, у нее грудь, волосы. Ну, нарасти тоже волосы, пойди на ухоженность, ну, тоже походи к косметологу. Купи какие-то крема тоже, усы выщипай, ну, что-то сделай с собой. Это вот как, ну, почему у женщины вот так? Зачем, если можно просто обосрать? Конечно. Ну, все, вот и все. Блин, ну, я вот считаю, если человек может признать, что он завидует, это уже... Ой, кстати, я да, согласна с тобой. Это уже большой шаг. Это шаг. Я очень завидливая, сука. Это чистая правда. Варь, это шаг. Спасибо. Варь, а кому ты завидуешь? Блин, сейчас совсем подряд, реально. Я вообще, я в каждом чечке найду, кому позавидовать. Найду, чему позавидовать. Правда, искренне. Давай пойдем по списку. Давай. Джиган. Ну, естественно. Он такой юморной. Нет, прикиньте, Варю уже очень... Извините, а что это за список, где Джиган первый? Это Оксана Самойлова? Нет, кстати, я думаю... Масоны кто? Да. Я завидую их детям. Человека охереть, сколько бабок, а он, ну, где их взял? Да это ее деньги, она марафоны продает. Ага. Она его возит, отпускает и все. Я ей завидую. Нет, ну, я реально завидую детям Джигана. Это же вообще просто... Ну, не факт. Это просто сказка. Это какой-то Дисней. Наташа, это пока не маленькие. Потом они вырастут, все эти видео посмотрят. Все, они тоже знают. Да, и будут деньгами слезы выдирать. Потом его сын будет, психолог, говорит, мой папа меня боксерской грушей уронил. Понимаете этот видос? Да. Не просто... И он, бах. Таша, что ты говорила, скажи. Я забыла уже. Ладно. Что завидовать, что хорошо признать, что ты завидуешь? Ну, конечно. С этим надо что-то делать или надо что? Да, блин, да невозможно с этим ничего сделать. Ну, все, это уже данность. Ну, типа, это уже вот качество, которое тебе дано. Невозможно перестать завидовать, если ты уже начал. Нет, мне кажется, возможно. А, мне кажется, нет. Нет, лишь люди. Мне кажется, любую, которые ты не знаешь. А работа над собой. Моя хорошая. Нет, это правда, это работа над собой. Ладно, это сейчас будет скучно. Жень? Что? Завидуешь Варе? А с чего? А с чего завидовать? Варе, конечно, не позавидуешь. Есть какие-то? Ой, смотри, какая помада у нее. Да, фиолетовая помада, кстати, вообще не всем идет. Вообще? Себе идет. Варя, я в том числе. Кирова получилась. Жень, попытка рассчитана. Жень, не сдавайся. Попытка, сука. Спасибо. Нет, с помолвкой. Да ладно, не завидуй. Шоу «Холостяк». Пожалуйста. Это же реально проверка на зависть. Реально, мы же все смотрим и думаем вот точно так же. Фестиваль зависти. Шоу «Холостяк». Нарочные волосы. Все такие красивые. Но не в этом сезоне. Наташа, это наши подруги все. Ты что, не знаешь? Они на все комментируют Телеграм. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Женский форум. Спасибо. А правда? Да. Да, 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 мы же обсуждаем. Мы каждую субботу обсуждаем «Холостяк». Это все равно все слышат. У нас там коллаборация с Тенте. С каналом Тенте. Они тоже? Они комментируют вам что-то? Да! Живые! Они приходят. Мы там пишем «Ой, это Соня, конечно, пиздец, выродилась». Она пишет «У меня платье другое жмет, и я это надела». Мы такие «Болеец». А мне кажется, это Соня засланный казачок вообще. Нет, на самом деле я тоже хочу признаться, чисто сердечно признаться, что когда я вижу, как у Телки, типа «Ой, ну понятно, у нее тут фильтры, тут она всянула живот, тут у нее фотошоп». Да, на самом деле не такая в жизни. Это тоже зависть, наверное. А карьере никто не завидует? Я завидую очень сильно. Карьера, которая песчаная? Да. Ой, блядь. Я начал жизнь в трущобах городских. Да нет, ну типа есть, ну знаете? Ну что тебе делать, блядь? Ну вот что? Ну я-то для этого не знаю карьеру. А можете Наташу прям со стула вынести, пожалуйста? Как правило, те люди, с которыми мы конкурируем, вообще не знают, что мы с ними конкурируем. Мы пытаемся, ты пытаешься перещеголять, да я должна быть лучше, чем эта одноклассница, а ей вообще посрать, она соска, а у нее деньги, мужик у нее нет. Ей мама дала 100 рублей. Она сидит обедает в мини-пицце, а я сижу, смотрю на себя. Пытаюсь ее перещеголять своим чаем с сахаром. Вот, Варик, кстати, расскажи, вот ты рассказала, что у тебя есть подруга, которой ты, или нет, подожди, ты рассказывала про зависть и про что? Нет, я всем подряд завидую, у меня конкретной подруги нет. У меня поэтому подруги нет. А как ты с этим борешься, как ты что-то делаешь? До них когда-то невозможно с этим бороться. Невозможно. Ладно, это ужасно, это будет не смешно, но я расскажу. Я в детстве, короче, считала себя очень-очень-очень сильно некрасивой и до подросткового возраста. Не, хотела тебя поддержать, что это реально смешно. Ну, блин, я была такой пацанкой, короче. Причем мальчики как-то за мной всегда бегали. Кстати, не за внешностью бегают. У меня была ужасная прическа. Про плохое детство. Знаете, все бегали все время. Ну, это реально не за внешностью было. Вот реально я поняла, что мужики не ведутся на внешность. Это просто... И в общем, я очень долго, я не могла смотреть свои видео. Я вообще просто себя... Дошло до того, что я начала себя в подростковом возрасте уже прям ненавидеть. Я смотрела свои фотки. У меня даже есть фотка, где я плачу, сижу. И я, короче... Какие свои видео делали. И все равно там красивые... И я, короче, что делала? Я в какой-то момент поняла, что я уже начинаю просто смотреть журналы и женщин ненавидеть, которые там на обложке, потому что они все красивее меня. А я маленькая, ну типа, у меня ничего, вообще ужасно. И я, короче, пошла... И вот сейчас... И мне было лет 12, и я что сделала? Даже я в таком возрасте, в малолетском, поняла, что это плохо, что я себя разрушаю, что у меня уже депрессия начинается. И я пошла в церковь и ходила каждую выходную в церковь, ставила свечку... Я... простите, не забрала. Я ставила свечку, говорила, господи, пожалуйста... Я... Господи, пожалуйста, дай мне в жизни больше никогда не завидовать. Пожалуйста, пожалуйста. Я... дай мне, пожалуйста, больше никогда не завидовать. И что? Я излечилась. Я... Наталья, сейчас... Сейчас она будет эти-то флайеры раздавать. Флайеры, приходите в нашу церковь. Вы извесите. Я просто занимаюсь с собой. Я начала просто ходить там везде, в кружки, на все кружки записываться. Я клянусь, у меня прошло. И я вот, когда только чувствую, что что-то не то, я сразу начинаю заниматься с собой. Типа, начинаешь чувствовать, что ты не то. Я больше никогда... Ну, у меня нет такого больше, вот реально. Потому что я постоянно что-то делаю, что-то делаю, и все. У меня мама в детстве как-то сводила к баптистам. У нее, знаете, это какой-то актовый зал был. И там происходил акт, естественно. То есть там они пели песни, знаете, этот христианский рок. Типа... О, Иисус, ты посмотрел на меня, я все понял. Е-е-е, где-то это бог спустился. Ну вот это все. Это в этом было, ну погоди. Бау-бау, бау-бау. Бау-бау, бау-бау, бау-бау. Были бесплатные бананы. Брос, это наша фишка. Были бесплатные бананы, я поела бананов, мне очень понравилось. Очень неожиданная концовка. Я пишу его. Как ты, как ты? Прости, почему вы выбрали эту религию? Из-за бананов. Там были бананы. Жень, что напишем? Честно говоря, я вообще ничего не вижу. Я тоже. Там про зависть, там про зависть. Там про зависть. Подруга добилась всего, а я ни хера не добилась. А я ничего. Я считаю так. Если у тебя есть компьютер, интернет, чтобы сидеть, следить за ее жизнью, то уже неплохой шеф. Если у тебя есть фотошоп, нарисуйся яхту, дом, красивого мужа. Вот и все. Подруга увидит и тоже вам никогда не напишет. Если есть фотошоп, нарисуй ей член на лбу. Распечатай. Да. И не завидуй. Мне, кстати, кажется, что для начала реально стоит попробовать. Если есть фотошоп, попробуй. Мне всем идут нарощенные волосы и огромные титьки. Я пробовала, не идет. У тебя свои хорошие волосы, что ты? И титьки у тебя есть. Да, и титьки у тебя есть, я видела. Не гони, есть, есть. Я помню, в КВ не тот. Наденет вот эти свои балахоны. Платьишко надень, говорю, на свадьбу. Туфельки. Девочка какая хорошенькая. Сумочку тоже в руки. И все. Так, если у вас еще фотошоп, попробуй прикрути волосы себе. Да, может, тебе не идет быть красивый. Не всем идет. Она написала, что она очень красива. Или это не она? Подождите, я все забываю. Да, красота. Она была очень красивая. Красивая. Если у вас есть фотошоп, нарисуйте себе нормальную жизнь и успокойтесь уже. Все. Отлично. Прекрасно. Все, 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 все. Просто задумалась к тему. Как вы думаете, а Денис Клявер, он завидует Костюшкину? Не знаю, почему у меня такая мысль. Кстати, мне кажется, Клявер посимпотнее, чем Костюшкин. Мне кажется. Ты что? Правда? Ну, он, знаете, он более породистый. Я могу сказать так. Породистый? Да. Ну, породистый. По хвосту мы в этом лучше. Я боюсь мужчин. Как можно вообще с ними жить? Они же опасны. И сильнее физически. Поэтому опаснее вдвойне с ними жить. В одном доме продавщица из пятерочки. Мужчина, пакет брать будете? Уходите быстрее, я вас боюсь. А сколько лайков у вас вообще? Ну, 20. А мне можно вопрос? В начале, когда я зашла, сказали, что темы так или иначе связаны со мной. Что со мной не так? Почему? Стерва, зависть, боится мужчин. Жень, твой был проанальный смех, не переживай. Это была твоя. Все, мы ее даем. Они же опасны и сильнее физически, поэтому опаснее вдвойне. Вот если мы убираем сильнее физически, а чем они еще опасны? Если он слабее физически, это еще страшнее. Как с ним можно жить в одном доме, кто меня защитит? Ну, вообще-то, как будто, мне кажется, прививается с детства вот такое. Ну, вот я росла без отца. Да, пожалуйста. Я не знаю, как жить с мужчиной в одном доме. Я не представляю себе. Никогда не жила с мужчиной. Ты не видела даму-ужека, который ходит в трусах, жопу чешет? Да, да, я не представляю. Только сама ходишь, тишишь. Ложкой стучит по кружке. Нет, я видела, но это я не подсматривала. С биноклем. У меня армейский бинокль, я за соседом наблюдаю. Да нет, ну правда, а кто-то живет с мужчиной? Девочки. А ты что? Я очень рада с ней, да? Какие-то аплодисменты. Ну, а какой дальше, на какой вопрос дальше? Моя личная жизнь только в Телеграме. Смотря какой дальше вопрос. Ну, и как вам? Ну, бесит очень многое. Ну, не страшно, просто раздражает скорее. Я думаю, что страшно скорее им. Жить с нами. Так сложно, я не знаю. Просто какой-то ее испугал, и она и боится теперь их. Или мама ее застрочала, говорила, мужики, все страшные, опасные, не надо с ним встречаться. Мама, мне же уже 36, и что? Тем, ты боишься женщин? Сиди дома со мной. Я не боюсь жить с мужчиной. Я не боюсь об этом открыто заявлять. Мне кажется, если ты боишься мужчину, который живет у тебя дома. Это отец. Нет, просто момент, когда ты перестаешь вообще, ну, остерегаться этого человека, это если он голый, ну, станцует что-то такое с прыжками. Вот так вот. Ну, типа, позднее. Я вам заверяю, после этого вообще перестаешь. Что-то тоже опять Сереже было у вас такое? Что-то из личного. Если он голый, станцует что-то с прыжками. Ну, я теперь поняла, откуда смех во время секса. Здесь начались истории. Он просто, он просто такой-то заходит и тонцует. Представьте, что это голый мужчина. Но это же очень весело. На другой, знаете, если я голая, то уже станцует что-то с прыжками. Будут вопросы. Вряд ли мне там потом какой-то страх вообще. Володя! Это Володя такой же. Это, наверное, яблочко. Володя! Володя! Мне кажется, это как в передаче. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Нет, мне кажется, это настал день, нам перестать бояться друг друга. И они как дикие животные выходят сначала. Встают друг напротив друга и начинают прыгать. Нет, они выходят вот так, как кошки. А бывает же, что кошка, у меня кошка боится мужчин. Да, да, да. А у меня кошка, она к мужчинам не идет. Это кошка писала! Да, Наташ! Своими маленькими лапками, как это мило! Это кошка не писала, действительно. Тема, пиши мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу. Не пиши так, Тема, там лес моя фотография тоже. Надо плюсы искать. А что комментарии? Надо плюсы искать, какие-то... 105. 105? Ненавижу женщин, недорого, спасибо. Авторша, не печалься, таких, как ты баб с отбитой головой. В России большинство. Вам коллективно надо лечиться, спасибо. Мне кажется, какого-то! Надо какие-то плюсы искать. Пакеты донесет до дома. Опять же. Потом вас в нем и вынесет. Саша! А чего? Это только в Питере, сука. Вот поэтому. Это из Питера писали, что ли? Да, это конечно стало. Пусть он как можно чаще носит пакеты. Когда у него руки заняты пакетами, он на вас руку не поднимет. Постоянно занимать его делами, чтобы у него... Да, точно. Да, занимать руки. Тектоник. Женя, ты все про танцы, я правильно понимаю? Но, кстати, опять-таки, да, у меня странные советы. Женя, мы все слушаем. Если... Нет, я не уверена, что ли. Скажи, скажи. Ну, в общем, вы когда-нибудь вглядывались в мужской зад? Слава богу. Ну, а так, чтобы раздвинул как-то? Нет, нет, издалека. Издалека смотреть, но не трогаешь. Издалека смотрели? То есть не в глазок, да? А просто так, типа. Не в душу. Все, а у меня эксперименты. А он, знаешь, так еще сжал сильно булочки. Ты типа, да раскруй, ты ее не вижу. Жень, скажи честно, это ты пишешь, покажите Тему? Жень, а потом что? Подожди, мне интересно, дальше что? Нет, но суть в том, что вы видели мужские ягодицы? Они же... Ну, это же самое смешное, что есть. Ну, вселенной, нет? Ну, правда, вы не считаете так? Ну, правда, есть красивые. Есть хорошие. Сейчас это мужские попки. А мне кажется, наоборот, что жен... Мужские попочки. Люблю мужские попки. Такие булочки. Веселые, когда вот он садится, и там сзади вот у него видно все. Это смешная. Копилочка смешная сразу автоматически. А там еще какие-то волосики торчат. Или там... Это как это, когда тебе 6 лет, и ты складываешь в копилку все, что у тебя в кармане. Да, 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 там какие-то вукаточки, волосы какие-то там. Не, но есть вот эти еще квадратные джобки? Ну вот, как можно бояться? Квадратные джобки? Ну, плоскенькие такие. Вот такие, знаешь, которые квадратные такие вот. Я таких никогда не встречала. Я встречала только... Ой. А вы что, на пляжах не божьете? Я ливнябочки наливные, да, вот эти красивые. Вот это вот... А вообще в жизни бывают красивые джобки? Только идеальный полукруг. Спорно, конечно, они у них все красивые. А в жизни бывают такие джобки мужиков? Конечно. Я, ну, вживую я прям ни одну не видела. Бывает, конечно. Я видела. Я играла в мужской команде КВН. А там были красивые... У кого там красивые джобки? Кого? Девочки, Олег Баяс, Иван. Олег, привет! Приветик, ну, у него реально прям хорош. Откуда я видела? Да они все постоянно голые передо мной ходили. Ну, сил не было никаких. Удержался. Они хотели показать, что они не собираются с тобой драться. Варя, все нормально? Да, все нормально, все хорошо. Чувствуй себя в безопасности, Варвара. А у нас, значит, нет. Ты в комнате с тремя мужчинами чувствуешь себя в безопасности. Кто они? То же самое. Нет, у мужчин красивые попки бывают, действительно. Но смешных больше, честно говоря. Что ты написал? В нашем окружении точно. Они комики, они все с дрыщи. Выберите себе мужчину с большой копилкой. Инвестиции — это хорошо. Секрасно. У меня, кстати, ассоциация с копилкой — это не мужчины, а вот это, знаете, одноклассница, которая в очень заниженных джинсах пришла. А скоро сейчас такие опять будем носить? Блядь, нет. Это ужасно. Наташа как раз отшивает. Это тебя заставляет, да? Отзвоните, 8-935. А кто-то Хейли Бибер, да, вышла? Да сейчас в моду опять возвращается. Нет, это Каню Васта, баба. Как ее? Да, Джулия Фокс. Спасибо. У которой интересный мейк, вот этот был, как будто. Очень интересная. Она немножко... Младшая сестра накрасила. Не, вообще там свистит фляга 100%. Я так посмотрела на нее, думаю, ну, пиздец, конечно. Как она вот... Она специально штаны, вот джинсы обычные взяла. У нее, конечно, очень красивая фигура. Вот она либо там из зала не велась, либо что, у нее прям... Нет, у нее сделанная фигура. Это 100% непропорциональная. Вот, и она вот джинсы обычный берет. Вот это все отрезала. Ну, во-первых, блядь, кто режет джинсы в наше время? Конечно, не сумасшедшая женщина. Одно дело, если ты джинсы обрезала, чтобы шорты летом... Меня, конечно, меня удивило, что они продолжили держаться на теле. Но она обрезала, а они не падают. Оля, а двусторонний скотч никто не отменял. А-а-а. Оля, а ты знаешь, что я сейчас считаю от иконы стиля? Что она будущая, то есть вообще икона? Типа сейчас она на всех мероприятиях ее... Да, она все-таки купила все эти статьи, не верю. Мы ее много раз не видели. А, а что там было? Что-что? Она обычную майку отрезала, получается, как топик. Да, да. Отрезала, как юбку теперь. Вот. А-а-а, это ее фишка, она режет вещи. Да. Она чеканутая, получается, понятно. Она отрезала майку, оставила здесь топик. А вот то, что от майки кусок остался... Ну, вот прикиньте, вот Дима Билан бы так майку отрезал. Я здесь такую... Я очень себя хорошо представляю. Я так и была вообще. Начала хулиганить. Ну, у меня первая ассоциация майка алкоголичка Бурунов и Билан. Ну, правильно. Что я сделаю, вот такой человек. Я хочу сказать так. Ну, когда играли в КВН, мне всегда было завидно, что никогда никаких ролей ничего не дают. Типа, у меня всегда играла только шлюх. Ой, ну, извините, порода. Проституток. А вот девочки самые смешные были. Все какие-то интересные. Либо полненькие, либо какие-то еще... Ой, блин, у меня... Либо еще какие-то... Ну, смешные они какие-то все. Вот Катя Маргунова, очень худая такая, с ушками и с этой шишечкой. Ой, ты че с тобой? Ой, ты за себя закапываешь. Ладно. Вы не поймете меня никогда. Потому что... Ой, ну как же нам тебя понять? Нас отделяют три размера. Внимание, объявляем кастинг на новую ведущую. Ладно. Все, давай ты заканчиваешь. Спасибо большое. Женя, Женя. Ну, честно, было ощущение, что просто еще одна суха к нам заглянула на огонек. Да. Неправда. Но у Жени очень интересные заходы. Про попки, про смех. Про огонь ужасный. Жень, спасибо большое. Женя, спасибо. Женя, похлопайте, пожалуйста. Спасибо вам. Спасибо.